Приветствую вас и сразу хотел бы сказать о том, что вы немножечко неправильно формулируете свою проблему. То есть вы делаете это, я бы сказал так, не инструктивно. Вы делаете это, ну я бы не сказал, чтобы не грамотно, вы просто обращаете внимание на то, что лежит на поверхности и не думаете о том, что стоит за тем, что с вами сейчас вот именно на данный момент происходит. И я попытаюсь вам помочь в этом. Но для того, чтобы у нас получилось с вами это сделать, для того, чтобы у нас с вами появилась такая возможность, я имею ввиду возможность как-то вот разобраться с этим. Для этого мне очень хотелось бы, чтобы вы немножечко мне или любому другому эксперту открылись. Чтобы вы открылись и позволили себе чувствовать. Вот это то, что мне кажется очень важным. Чтобы вы позволили себе чувствовать. А теперь давайте разбираться. Я все время переживаю и думаю по поводу взаимоотношений в коллективе с одной из женщин. Вот здесь вы говорите о том, что вы переживаете. Переживание это, ну я бы сказал так. Это определенные негативные эмоции. Когда вы нервничаете, когда вам некомфортно, когда вам тяжело, когда вы чувствуете, может быть, какую-то, знаете, какую-то степень грусти, печаль и так далее. То есть я хочу сказать, вот основное тема, хочу сказать, это просто, если вы переживаете, то вам плохо, вам плохо. А если вы раздражены, если вы раздражены, то вот это немножечко уже другой момент. Ибо раздражение связано с неудовлетворенностью. Раздражение связано с тем, что вы чего-то не получаете для себя. Раздражение связано с тем, что вам как-то неприятно. И вы об этом пишите. Но почему неприятно? Почему неприятно, например, что эта коллега с вами конфликтова, потому что вы понимаете, что у нее более выигранная позиция, чем у вас? Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, вы понимаете, что она более хорошо, более удобно устроилась, чем вы. Хотя, как, наверное, вы считаете, у нее гораздо меньше опыта в работе, чем, например, у вас. И вам обидно, что вам была нужна помощница, ну или помощник вашей работы, потому что объема очень много. Вы сами с этим объемом не справляетесь. А она пришла, вам не помогала, и, в общем-то, только испортила вам настроение, да, и, собственно, очень негативно повлияла на вас. То есть, вам неприятно. Вам неприятно. И вопрос заключается в том, что именно вас раздражают. Ну, например. Вас может раздражать то, что... Вы находитесь в менее выгодной позиции, чем она. То есть, это неудовлетворение от своей работы по сути дела. Вам может быть неприятно то, что вам так и не дали помощника, и вы сомневаетесь в том, что вы, например, ценны для своего начальства. Такое тоже вполне может быть. То есть, здесь вот нужно как-то постараться понять вот эти моменты, что конкретно вас раздражает в том, что произошло. Это работа с ассоциациями. И естественно, что страны по себе, они не пройдут эти ассоциации никак, потому что вам неприятно, вам больно, вам тяжело, и, как бы, есть определенная неудовлетворенность. И по сути, по сути, вы сейчас переживаете невроз. У вас невротическое состояние. И это невротическое состояние можно снять, только если мы сможем понять, что его вызвало. Ну, например, может быть, его вызвало то, что вы считаете ее более успешной, а себя менее успешной. Может быть, у вас есть определенные, скажем, проблемы в личной жизни, и вы, как бы, нашли, наконец, человека, который, по вашему мнению, например, может как-то вот стать своего рода отдушиной, отдушиной для той негативной энергии, которая у вас копилась, и копилась уже какое-то время, давно копилась. Может быть, вы чувствуете, что не реализуетесь так хорошо, как, например, она, эта женщина, и так далее. То есть, вот что-то из этого вас очень сильно и явно задевает. Но вот что именно задевает, конечно, понять нельзя из вашего текста, потому что это нужно на ассоциации работать. То есть, на ассоциации, может быть, даже со снами, я полагаю, и так далее. Вот, вот. Значит, ее перевели, вы пишете к нам из другого подразделения для помощи мне в работе. Из-за большого объема работы. Ну, далее вы описываете сам конфликт, и почему она это делала. Я, наверное, не буду это все рассчитывать. Хотел бы сказать только то, что факт помощи вам есть или нет. Именно, именно, как таковой факт помощи вам есть, видите ли вы факт этой помощи, видите ли вы, что нашелство относится к вам, ну, адекватно, например. Видите ли вы, что нашелство относится к вам хорошо, например. Вот, а меня волнует именно эти аспекты. Меня волнует аспект вашей удовлетворенности. Удовлетворенности именно с тобой, тем, что вы делаете. Это вот, на мой взгляд, очень важный аспект. Значит, навязчивые мысли почти всегда являются следствием, результатом того, что у человека есть какие-то невыразенные желания. И с навязчивыми мыслями можно работать по-разному, можно работать через технику, например, подавления, то есть, ну, отслеживать эти мысли или отбрасывать их, как, например, ненужные. Либо, если будет актуален другой способ, то прибегнув к нему. Этот способ, он связан с тем, что мы пытаемся найти причину. Мы пытаемся найти причину, по которой вы так сильно зациклились на ней. И зациклиленность имеет свои основания. Да? Далее. Вы ее обучали. Этот момент тоже мне показался довольно важным, потому что, ну, тот факт, что вы обучали человека, видишь, о чем говорит, о чем говорит, по факту о том, что вы вкладывали что-то в него. Ну, в этого человек. То есть вы старались, вы что-то делали, да, вы прилагали какие-то усилия для того, чтобы человек как-то дал вам обратную связь, и смог предоставить вам то, чего вы, например, от него ожидали. А по факту, получилось так, что она, эта женщина, отказалась от помощи вам или отказалась от той работы, которую вы должны были сделать. И, соответственно, здесь вполне вероятно, может быть, я этого не утверждаю на 100%, но, может быть, вы чувствуете, что вы все делали зря, что вы все делали обратно, и что в итоге ваша работа ни к чему хорошему не привела. И если это так, если это действительно так, то мы имеем дело, к сожалению, с тем, что вы сами себе не уверены. Мы имеем дело с тем, что вы сомневаетесь в себе. Еще раз повторю, что я не считаю, я не считаю, что это обязательно так. Но я думаю, я думаю, что одна из причин, по которым вы так себя ведете, является именно эта, фрустрация. Фрустрация и незавершенное действие. Сидром незавершенного действия. Это довольно частое явление в нашей повседневной жизни. Далее. Она очень сильно реагировала на мечтания. Вполне вероятно, что она вас откорбляла. Ну, как-то вот. Приневляла вас, может быть, да, и кто-то в этом роде. И здесь тоже довольно важный момент, который заключается в том, что вам кажется, что есть между вами конфликт. Между вами есть какая-то недосказанность. Возможно, между вами есть какая-то неудовлетворенность. И вы эту неудовлетворенность не можете никак реализовать. Ну, опять же, это хорошо загустите все отношения. Потому что вполне вероятно, что вам не с кем это обсудить и не с кем выговорить. Тут некому выговориться на эту тему. Сейчас вот вы это сделали, но нужно продолжать. Продолжать говорить символом, чего станет для вас эта женщина. Вот вы говорите, что, значит, так, сейчас, у нее степень, так, наши отношения отошли на нет. Нет, это человек неприятен, я не хочу к ней общаться, сама не знаю, почему она не зацикливается. Ну, вот здесь, как я уже говорил, вам на ассоциативном уровне, нужно подумать, чем она вас ассоциирует, на какие мысли она вас наводит. Переживаю и, наверное, затаила обиду, что она такая крутая, заграниченная, стучная, сидит практически ничего не делает, а я вот работаю без помощника. То есть, вот это, собственно, и не то, чтобы был главный, но один из ключевых моментов. То есть, если вы работаете без помощника, то получается, что начальство ваше, оно не достигло своей цели. То есть, вы не получили, ну, например, вы не получили сотрудника в свое распоряжение, который мог бы вам помочь. Опять же, простите, если я ошибаюсь. И вопрос, который у меня к вам, а не связаны ли это с тем, вот ваши переживания, не связаны ли они с тем, что вы боитесь, что начальство вас меньше ценит, меньше любит, как бы, и так далее. Нет ли у вас такого вот ощущения. И, кроме того, если вы не получили помощь, как, ну вот, как она, эта помощь самая была вам, например, нужна, да, если вы ее не получили, то, что вам мешает сейчас эту помощь попросить еще раз. Сказать, например, ну, допустим, скажу, сказать начальству своих своему истому, вот, такая ситуация, что коллега, которую вы мне прислали в помощь, она не хочет мне помогать, она не хочет ничего делать, что можно, как мне вообще дальше двигаться, потому что работы меньше не стало и так далее. То есть вам нужно как-то продолжать защищать свои права. Вы, получается, то, что произошло, вы, как бы, оставили это, то есть вы не стали, по сути, ничего больше делать. Ну, вот случилась эта ситуация, да, и все. То есть вы, как бы, сдались, и вы продолжаете делать тот объем работы, с которым вы изначально не справлялись. От этого вам может быть еще более обидно, чем могло бы быть, если бы все было бы в порядке, и, допустим, никаких проблем бы не было с этой женщиной. И здесь возникает такой вопрос тогда, если это так, если вы примирились с тем, что помощника у вас не будет, и обижаетесь вы на нее, на эту женщину, то возникает тогда следующий вопрос. Ну, пусть эти претензии не ясны, но тем не менее, к тому ли человеку вы предъявляете свои претензии. Ведь прислало этого человека вам начальство, это начальство прислало этого человека, и оно не могло не знать, какой это человек. И вам все равно его прислали. И ничего не изменилось, ничего не поменялось. Так, может быть, стоит претензии определять не этой женщине, у которой, может быть, есть там свои какие-то, может быть, проблемы, да, свои какие-то трудности и так далее. Может быть, стоит просто обратиться к начальству и сказать, что я по-прежнему не получила помощника такого, который бы реально облегчил мои задачи рабочие. Может быть, поэтому вы засыклились, потому что вам вроде бы как помощника прислали, а в то же время вроде бы как его и нет. Вот я думаю, что именно такие основные могут быть причины того, что вы засыклились на этой вот женщине. Она стала своего рода символом ваших неудач и, может быть, вашей нереализованности, которую вы чувствовали, может быть, всегда подсознательно. Еще раз повторю, подсознательно не обязательно, что вы ее прямо вот все время ощущаете. Поэтому не пропишите, пожалуйста, говорить, что я не прав, просто постарайтесь тут немножечко подумать на эту тему, постарайтесь размышлять над этими вопросами самостоятельно. И я уверен, что вы придете к каким-то определенным выводам, которые помогут вам наметить вектор вашей деятельности именно в том контексте, чтобы как-то вот с ситуацией что-то делать и как-то ее исправлять. То есть я полагаю, что для начала можно будет вам общаться с психологом более приватным, выяснить все, поработать, определить свои намерения, свои мотивы и так далее. А после этого уже можно будет и в реальной жизни корректировать ваше поведение так, чтобы ваши, опять же, желания, они удовлетворялись. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok